Привет, дорогие друзья! И многие из нас, если не все, верят, что сейчас последнее время, что события, подчеркивающие то, что наступление последнего времени, описанные в Библии, эти события, они уже происходят, они уже совершаются, вот. И о книге Откровений, глава 12, стих 12. И так веселитесь небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море. Вот. И в определенном смысле те люди, которые уже ушли к Господу, те люди, которые уже умерли в вере, те люди, которые уже покинули это время, этот мир, в определенном смысле они могут быть сегодня уже быть счастливы. Веселитесь небеса и обитающие на них. Но вот горе живущим на земле и на море. Потому что в последнее время обстановка и духовная обстановка и определенная обстановка обстоятельств, она будет ухудшаться и людям будет тяжело и людям будет не совсем просто. Вот. Горе живущим на земле и на море. Таким же образом на эти стихи можно посмотреть аллегорическим взглядом. Веселитесь те, кто сегодня обитает на небесах. И сегодня Библия говорит, что мы должны, по крайней мере, или мы уже это сделали, да. Мы воссели с Господом Иисусом Христом. Во Христе Иисусе мы воссели по правую руку от Отца Небесного, от Десной Отца. И мы сегодня там, на небесах, ожидаем пришествия нашего Господа. И когда Иисус явится, мы вместе с Ним явимся. Вместе с Господом во славе. Вот. Другими словами, это означает, что мы сегодня, живя здесь во плоти, в этом времени, мы не должны жить вот этими физическими, временными, земными приоритетами. Мы не должны быть привязаны к ценностям и приоритетам этого времени и, как бы, земным приоритетам, человеческим, плотским приоритетам. Мы не живем ради денег. Это не наивысший приоритет. Мы не живем ради славы, ради каких-то земных удовольствий, чего-то еще. У нас есть другие ценности. У нас есть небесные ценности, ценности царствия Божия или правления Божия или подчинения Богу. Вот какими ценностями должны жить. Да будет царство Твое, мы говорим, и на земле, как на небе. На небе царствие и правление и власть Бога. И сегодня мы должны жить ценностями и приоритетами правления Божия, руководства Божия. Когда в центр нашего мышления ставится исполнение воли Бога. Исполнение повелений Бога, а не человеческих желаний, человеческих мечтаний. Сегодня, к сожалению, так получается, что в церкви вам в учениях различен, ставится в центр человеческая мечта, человеческое какое-то желание и так далее. То есть человеческое я, оно в центре. И это есть быть живущим на этой земле. И горе живущим на земле. И написано, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Здесь говорится о последних временах. Здесь дьявол, написано, знает, что ему остается чуть-чуть времени. Совсем немного времени и он будет брошен в озеро огненное. И в последнее время, перед тем, как дьявол будет осужден, брошен и брошен в озеро огненное, он активизируется и сойдет в сильной ярости. Такой сильной демонической энергетики, в сильных демонических действиях, в сильных демонических проявлениях. Это будет такая предсмертная огонь о сатаны в последнее время. И мы говорим, что сегодня последнее время и сегодня вот эта вот сильная ярость дьявола, сильное действие дьявола, оно уже проявляется и оно будет как бы крепчать. И стих 13. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола». И здесь мы, конечно, поговорим языком аллегории. Что это за женщина, которую преследовал дьявол? Конечно же, это церковь. Вот. Церковь, которая родила младенца мужеского пола. И опять же, по-разному можно в различных аллегорических контекстах посмотреть на этот стих. Но в определенном смысле всегда будет верно понимать, что церковь должна производить младенца мужеского пола. Должна являть младенца мужеского пола. И результатом или плодом церкви должен быть младенец мужеского пола. Другими словами, аллегоричным образом церковь должна являть Иисуса. Церковь должна каким-то образом производить Иисуса в своем поведении, в своих делах. Иисус должен быть тем, что рождает и производит церковь. В центре деяния, в центре действия настоящей церкви, настоящей жены, вот этой Божьей жены, в последнее время должен быть Иисус Христос, Сын Божий. Вот таким образом. То есть мы родились от Господа, да, мы родились свыше. Бог нас произвел, сотворил, но сегодня мы должны каким-то образом рождать Господа, производить Господа в своих деяниях вообще, в своем образе жизни вообще, в своем мировоззрении, в своих словах и во всем своем. Вот таким образом. И даны были жене два крыла большого орла. И вот этой жене, которая производила Иисуса, этой жене, которая являла другими словами Иисуса, которая ставила Иисуса в центр, которая во всем, во всем, как бы, рождала такой продукт с большой буквы, который есть Иисус Христос. Иисус Христос, этой церкви даны были два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню. И мы видим здесь, что Бог оснастил и снарядил церковь двумя крыльями. С чего же это образ? С чего же это, как бы, что это за аллегория такая? И крылья в Священном Писании, они же здесь, вот в этом тексте, они означают сверхъестественное оснащение Святого Духа. В книге Исход Бог говорит Израилю, вы видите, что я вас водил по пустыне, там, да, и я носил вас, как бы, на орлиных крыльях и принес вас к себе. То есть Бог производил сверхъестественные, могущественные чудеса в жизни израильского народа. И эти чудеса Бог назвал, как бы, ношением на орлиных крыльях. И здесь жене были даны два крыла. Это сверхъестественное оснащение, чудотворное оснащение Духом Святым. Два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню. Для чего нам даны сверхъестественные силы и власть? Для чего нам должны дары Святого Духа сверхъестественные? Чудотворные дары, различного рода пророческие дары. Дары откровения различного рода. Для чего нам должны даны сверхъестественные деяния и действия Святого Духа? Для чего эти два крыла? Вот. И написано, что даны были жене два крыла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея. И мы видим, что жене было дано определенное место, что не жена руководила своей жизнью, не жена определяла, где ей находиться. У нее было определенное место, свое место, которое Бог ей определил. И сегодня церковь, она должна знать свое место. Она должна выполнять то, что Бог хочет, чтобы она выполняла. Быть в том месте и в то время, в котором Бог определил. То есть, другими словами, говорится о подчинении Господу Богу Небесному. Вот. И даны были ей два крыла, чтобы она летела в пустыню. Кто-то думает, что сверхъестественное помазание Духа Святого, одаренность, дары какие-то, мощные, сильные действия Бога через Дух Святой даны тебе, чтобы ты, ну, как бы, ты обустроился, построил себе большой город своего счастья, построил себе великолепное ранчо, построил себе небоскребы твоих удобств и комфорта. Чтобы ты был популярный, чтобы ты был известный, чтобы ты был богатый, Дух Святой дан тебе. Нет, написано, чтобы два крыла даны тебе, чтобы ты летел в пустыню. В пустыне нет ничего и никого, кроме Бога. Ни воды, ни пищи, но там есть Бог. Бог обитает везде. Другими словами, пустыня это аллегория того периода, как бы, вернее, того состояния в жизни церкви, когда ей не нужно ничего, кроме Бога. Ей не нужны эти земные богатства, эти, это золото, драгоценности, эти небоскребы, это какой-то успех, это слава, популярность. Она в пустыне. Ей нужен только Бог, и вот она и Бог обитают вместе. То есть, это такой период, вернее, такое состояние, когда церковь, она ценит Господа Бога, вот, и для нее нет ничего важнее Господа Бога, и все для нее Бог, и все остальное, как бы, что вне Бога ей не важно совершенно. Итак, два крыла сверхъестественных даны церкви не для ее самопиара, не для ее, как бы, продвижения такого, не для гордыни, не для обогащения, а для шествия в пустыню, для шествия в то состояние, где Бог и она, где вот двое сливается в одну, как бы, ну, в одну плоть, или, вернее, можно сказать, правильно сказать, соединяющая с Господом, есть один дух с Господом. Церковь сливается, и нет никого важнее, чем Бог для нее, вот, и шла она в пустыню в свое время от лица, от лица, в свое место от лица змеи, и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени. И церковь должна питаться, церковь должна кормиться, это, конечно же, в первую очередь духовное кормление, духовное обеспечение духовным хлебом от Господа, вот, наполнение Господом, наполнение Словом Божиим, конечно же, в первую очередь. И пустил, смотрите, что делает змей, стих 15, и пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее водою. И в последнее, одно из последних действий, змея будет каким? Змей сатана пустит изнутри себя, из внутренности своей реку, вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекой. Что за вода такая? Вода в Библии очень часто означает Дух Святой. Помните, Иисус сказал, придите ко мне из чрева вашего, потекут реки воды живой. И есть реки проявлений Святого Духа, это реки, связанные с говорением, это различные пророческие реки, реки различных проявлений языков, реки исцелений, реки чудотворных действий, различного рода, все проявления Духа Святого. Это реки радости, счастья, покоя, реки мира и так далее, реки взаимной любви братской. Все это реки Святого Духа, не река, а многие реки Святого Духа. Но змей каким-то образом, он также пускает некую реку, которая является тоже как бы с виду водой, которая очень сильно похожа на воду Святого Духа. Такая же как бы вода, такой же поток какой-то, такая же река, но это не есть река Святого Духа. Это есть река левого Духа обольщения. Это есть река левых проявлений, демонических проявлений, которые выдаются за Дух Святой. Вот. И змей пускает вслед жены реку, чтобы увлечь ее рекою. И сегодня, к сожалению, так получается, вот сегодня церковь, она, многие в церкви, они увлечены какой-то рекой. Они увлечены определенной такой сверхъестественной практикой, определенным таким сверхъестественным, как бы, сверхъестественным познанием, наполнением каким-то духом и проявлением каким-то духом, который не является Духом Святым, это увлечение рекою. Люди многие-многие увлечены, люди гоняются за сверхъестественным, люди почитают все сверхъестественное, что это вот происходит в религиозной среде. Это вот это от Господа, вот эти вот сверхъестественные вещи. Я уже даже не говорю о так называемом Торонском благословении, об этой реке, об этом так называемом Святом Смехе, которые есть демоническое проявление. И Писание говорит, что неприлично нам заниматься всяким смехотворством. Радость, веселье, это все, конечно, от Господа, но просто смех без причины, это признак чего-то, вы сами знаете, чего или кого. И я не говорю, конечно, уже даже о Святом Смехе, я не говорю о каких-то там гавканьях, харизматах, трясунах, которые трясутся, различного рода других проявлениях. Сегодня мода пошла дальше, вот сегодня вот увлечение этой рекой пошло дальше. Сегодня люди уже, уже есть такая практика, люди через день до каждый день вот общаются на небесах с Господом, вот. И есть практика такая, что секс с Иисусом Христом, что вот, ну, мы тело Его, и есть органы в теле, и есть сексуальные органы, есть люди, которые занимаются соединением сексуальным с Иисусом, по ночам приходит к ним Иисус, и сексуальность с ним соединяется. Это все есть обольщение, это есть река от сатаны, это есть поток, исшече изнутри змеи, это демоническое обольщение, это ложный Святой Дух, ложные проявления. Есть ложные дары Святого Духа, как есть ложные языки, как есть ложные пророчества, так же есть ложные чудотворные какие-то действия, и есть ложные духовные различные практики и переживания. Павел писал во втором Коринфянам, говорит, что я знаю одного человека, который 14 лет тому назад восхищен был в рай до третьего неба и слышал неизреченные слова. Это человек, он говорит, это вот есть такие проявления, да, в Библии, Божьи. Человек слышал неизреченные слова от Господа, 14 лет тому назад это было, вот. И Павел говорит, это я знаю такого, а сегодня люди говорят, мы каждый день, мы летаем с Иисусом на другие планеты, мы общаемся с Господом на небесах, мы каждый день ходим с Господом и так далее. То есть, понимаете, вот есть такие особые явления, особые практики, которые описаны в Библии. Павел говорит, 14 лет, раз всего я знаю такого человека, 14 лет тому назад это было, и все, я его, ну, знаю, кто это был Павел или кто-то еще, ну, не суть, но сегодня люди, каждый день он вот с Иисусом общается на небесоходе, там по золотому, по золотым тротуарам Русалима и так далее и тому подобное. И Иисус на горе преображения одежды его преобразились, вот, был голос с неба глаголющий, явился Моисей Илья и апостолы это видели и сегодня говорят, вот мы таким же образом должны общаться сегодня с Петром, вот, с умершим Петром, которого Господь забрал. Мы сегодня можем общаться с Ильей, мы можем общаться с Моисеем и сегодня люди, люди преподают такую практику, что мы можем общаться и мы должны общаться и нам является апостол Иоанн или Иов является. И стоит брат проповедует и говорит, что вот, я сейчас проповедую, а вот про Иова проповедую, а сейчас видите, за мной стоит Иов, кто видит его, ты видел, говорит, видишь Иов, да, ты как это увидел, как понял, что он здесь, да, здесь Иов. Он проповедует, но я не вижу, что когда явился Илья Моисей, что это было как-то просто. Одежды Иисуса стали блистательными, он просиял как свет, мощнейшее было озарение Божьей славы. Даже его одежды, они стали просто такими белыми и яркими, как белильщик не может выбереть. И стоит человек в простых трикопте, в простой кофте, такой же полузаспанный, и говорит, вот и офф пришел, и так далее. Давай тогда, если мы верим эти тексты из Писания, будем до конца веровать. Где твои одежды просвещенные? Где голос с неба глаголющий, который слышали все? И Петр, и Иоанн, они слышали этот голос. Когда от велелепной славы пришел с неба этот голос, говорящий, сей сын мой воздушный. Где этот голос? Это твои сказки, твои байки, твое воображение. Это река, дорогие друзья, это различная река. Я уже даже не говорю, река из сатаны, я уже не говорю об этих перьях, я не говорю об этой пыли, об этих стигматах на руках, елей на руках, крови на руках, что-то еще там. Различные непонятные чудеса, которые Иисус, апостолы не творили, которые не описаны в Библии. Что это такое? Откуда это все? Есть много различных духовных каких-то практик, связанных таких оккультных христианских практик. Откуда это все? Мы видим, стих 15, змей пустил в воду, как реку, дабы увлечь церковь рекою. И церковь сегодня увлечена ложными какими-то проявлениями, ложными проявлениями духа, ложным духом. И стих 16, но земля помогла жене и разверзла земля уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. Что спасло церковь, что спасло жену земля. В определенном смысле нам нужно быть приземленным. В определенном смысле нам нужно немножко логически мыслить. Нам нужно быть попроще, дорогие друзья. Нам нужно просто простым взглядом взглянуть на Писание. Нам не нужно как бы слишком много летать. Нам не нужно слишком много стремиться к какому-то, ну, к необычному сверхъестественному. Мы должны искать сверхъестественного. И церковь, я говорил выше, что она оснащена двумя крыльями. Это проявление сверхъестественного. Но мы должны быть логическим мыслить. Понимаете, мы должны просто все анализировать и быть приземленными. Но если человек катается по полу и гавкает, и ты веришь, что это Дух Святой, ты приземлись немного. Ты посмотри в Священном Писании, как действовал Дух Святой, когда Христос был в Духе Святом. И мальчика привели в нечистом Духе. То не Христос валялся, испуская пену. Не Христос гавкал. Не Христос был каким-то трясуном. Не Христос неадекватно себя вел. Наоборот, мальчик, увидя Иисуса, нечистый Дух сотряс его тогда. Сотряс, и он валялся, испуская пену. И судороги его постигали различные. Вот таким образом. И будь немножко приземленный. Вот эта вот приземленность такая. Ну, правильным образом, библейская приземленность. Логическое библейское мышление. Вот такой логический библейский простой анализ. Нужно все сравнить с Библией. Он спасет церковь. Земля должна помочь жене. Сегодня церковь, она забывает все свереться с Священным Писанием. Сегодня вот ищет каких-то проявлений. Слушает все подряд. Ты должен все логически, систематично проверять с Священным Писанием. Это будет земля, которая поможет тебе. И земля разверзнет уста свои и поглотит реку. И сегодня вот эту реку ложного Духа Святого. Реку ложных проявлений в церкви, которая захватила церковь там с 90-х годов. И сейчас продолжается различным образом. Эту реку поглотит земля. Вот такая приземленность богословская такая. Ну, богословие это тоже как бы такое слово принявшее такое. Институтско-религиозный оттенок. Ну, земля рассуждения над Библией. Вот эта приземленность. Простая приземленность. Простой взгляд. Трезвый взгляд на Библию. И оценка все с помощью Библии. Это все поглотит реку. Вот реку этих демонических обольстительных проявлений. Иисус говорил, что в последнее время восстанут многие лжи Христы и пророки. И дадут великие чудеса и знамения, чтобы прелестить, если возможно, избранных. Избранные. Удар будет направлен на вас. Дьявол, он снарядит лжепророков различных, лжепомазанников различных, которые будут оснащены великими, написано, выдающимися чудесами и знамениями. Вот. Для того, чтобы прелестить вас, обольстить вас. Вот. Чтобы вы пошли за этими лжепророками. Чтобы верили лжепророкам. Чтобы верили этим лжепомазанникам. Иисус так предупреждал. Не должны ли мы внять этому сегодня? Вот. И давайте откроем второе фессалоникийцам. Вторую главу. И здесь написано, что... Стих седьмой. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающую теперь. В последние времена Дух Святой будет взят от среды, и тогда совершится тайна беззакония. Явится антихрист. Антихрист. Вот. И тогда откроется беззаконник, вот этот антихрист, которого Господь Иисус в конечном итоге убьет Духом Уз своих. И истребит явлением пришествия Своего. В конечном итоге Иисус явится и своим пришествием, своим явлением истребит антихриста. Своим явлением и Духом Уз своих. Духом Святым. Нам нужно больше и больше являть Иисуса. В центре живого должен быть Иисус. Иисус именно библейский Иисус. Не Иисус, выдуманный нами. Мы говорим имя Иисус сегодня и прилагаем туда все любые различные понятия, различные взгляды. Вот. И знамениями, чудесами ложными. Антихрист явится в действии сатаны. Это будет греческого энергемата. Некие эффектные сверхъестественные деяния сатаны. Антихрист будет ознаменован сверхъестественными демоническими проявлениями. Чудесами ложными. Чудесами реальными. Чудесами эффектными. Но которые приведут человека к принятию ложных доктрин. К ложной практике. Следованию за путем лжи. Дьявол, отец лжи. И так мы видим, что пришествие Антихриста будет со всякою силою и знамениями и чудесами. Вы видите, что демонические духи и Антихрист, они могут являть сверхъестественными чудеса. И последнее время будет ознаменовано различными, разного рода сверхъестественными проявлениями. Но не от Духа Святого. А от сатаны. И стих 10. И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Люди будут обольщаться этими чудесами. Церковь будет обольщаться чудесами. Что такое обольщение? Обольщение это верить в неправильное, как в правильное. Люди будут верить в это. О, смотри, чудо произошло. О, какие мощные переживания. О, какая необычная сверхъестественная практика. И они будут обольщаться, будут верить в неправильное, как правильное. И за это они будут погибающими. Это приведет их, в конечном итоге, к погибели, к каре вечной. И за что же такая кара? За что же это обольщение? За то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Чтобы нам сегодня спастись, нам нужно принять любовь истины. Нам нужно принять любовь к истине. Что есть истина, сказал когда-то Пилат. Иисус, помните, говорил в своей молитве первосвященника, Слово Твое есть истина. Сегодня нужно принять нам от Бога любовь вот к этой истине. К истине священного писания. Ты должен страстно и сильно полюбить священное писание. Полюбить Слово Божие. Полюбить Иисуса, который выражает себя в Слове Божьем. Написано, что люди, которые не приняли вот этой любви, страстной любви к этой истине, они будут обольщены. Единственное, что сохранит тебя, это страстная любовь к освященному писанию. Что сохранит тебя от действия лжепомазанников, лжепасторов вот этих людей, лжемессий таких, таких лидеров пробуждения, которые верят, что, и проповедуют, что они супер-супер помады. Что сохранит тебя от ложной, демонической, обольстительной практики. Любовь к истине. Но если ты не примешь любовь к истине, не возлюбишь эту истину страстно, не захочешь жить по истине, знать истину, знать то, как есть на самом деле. Слово истина означает с греческого языка, а летэ означает действительность, то, что есть на самом деле. То есть, Слово Божие, оно описывает, что есть на самом деле. Если ты не примешь этой любви к истине, ты будешь обольщен. И Иисус сказал, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Берегитесь, опасайтесь, будьте на чеку, будьте на страже, будьте на готове, вас могут прельстить. И многие прельстятся. Иисус так говорил. Поэтому все проверяй со словом, всякая практика, все проверяй со словом, люби эту истину, живи для этой истины. Дыши для этой истины. Но люди, которые не приняли любви истины, они будут обольщены. И книга Откровений, 13 глава, написана, 16 глава, стих 13. «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам». Это бесовские духи, творящие знамения. Вы видите, что бесовские духи выходили из уст дракона, сатаны, зверя антихриста, из уст лжепророка. И эти бесовские духи, они творили знамения, сверхъестественные знамения и проявления. Не все сверхъестественное от Бога. Есть бесовское сверхъестественное, есть обольстительное сверхъестественное, есть чудеса различные, пророчества и различные чудотворные действия, различного рода религиозная, духовная, сверхъестественная практика, которая не является от Бога. Это духи, выходящие из уст сатаны, антихриста, лжепророка. И они подобны жабам. Дух святой, это дух святой, он как голубь представлен в Писании. Духи нечистые, это как жабы. Жабы, демонические духи, они производят что-то такое отвратительное. Посмотрите на этих харизматов, тресунов, этих пророков, этих людей, которые там приняли вот части вот этого тарторонских явлений, когда вот эти непроизвольные подергни, когда людей колбасит, простите за это выражение, когда они дергаются, что-то как-то их кособочит. Разве это не есть отвратительно? Духи нечистые, они подобны жабам, чему-то такому отвратительному, неприятному, неадекватному такому, гадкому. Вот. И дух же святой, он никогда ничего не будет делать. Он святой, он чистый, он гадкого ничего не будет делать. Не заставить человека гавкать каким-то образом, или валяться по полу, или там ржать очень долго. Дух святой, он не такой. Это демонические духи, творящие знамения, бесовские духи, подобные жабам. Они творят такое. И давайте еще откроем книга, откроем псалмы, псалом 73. И здесь псалмопевец говорит такие вещи, я верю, что эти стихи относятся к последнему нашему времени. Он говорит с первого стиха, для чего, Боже, ты отринул нас навсегда, возгорелся гнев твой на овец, спажите твоей. Почему ты отверг нас? Почему ты, Боже, оттолкнул овец своих? Почему сегодня овцы твои, церковь твоя, они в отдалении от тебя? Почему, Господь, ты прогневался? Почему ты нас отвергаешь сегодня? Почему? Стих 2. Вспомни сон твой, или собрание твое, которое ты стяжал издревле, и скупил в жезл достояние свое. Друзья, нам нужно вспомнить, как и Бог вспоминает здесь, ну, как и Бога просит, псалмопевец вспомнить, вспомнить сон, который Бог стяжал издревле. Давайте вспомним церковь, описанную в Новом Завете. Давайте вспомним книгу Деяний, Новый Завет, как они действовали, как они поступали, какие у них были проявления сверхъестественные. Давайте вспомним сон собрания, который Бог стяжал издревле. Давайте вспомним эту раннюю церковь. Давайте стремиться в своей структуре, в своих сверхъестественных проявлениях, в образе своих собраний и так далее. Давайте во всем стремиться быть похожими на первую церковь. Давайте возвратимся к первоисточнику. Давайте сделаем шаг вперед, который будет шагом назад, туда, к первому веку, к ранней церкви. И здесь обращается Псалмопеевич, вспомни собрание твоего, эту гору Сион, на которой ты вселился, подвигнет стопы твои к вековым развалинам. И сегодня состояние церкви это вековые развалины. С конца первого века, во втором веке церковь стала отступать, она стала разваливаться. Появилась какая-то иерархичная структура, появились какие-то обряды, появился бюрократизм церкви, церковь стала какой-то организацией со штампами какими-то. Все приняло религиозный оттенок, простое понятие рукоположения стало рукоположением, религиозным каким-то бюрократическим оттенком и так далее и тому подобное. Простой пастор, который по своей природе, функции своей, по существу своему, он является пасторем, посетовец, он принял все, он стал пастором. Это как титул обрело значение. И церковь стала разваливаться, и появились вековые развалины, века ошли, но церковь она развалена. Настало время сегодня сказать, Боже, Боже, подвигнет стопы твои к вековым развалинам. Боже, в конечном итоге сотворит церковь вот то же самое собрание. Вспомни это собрание, которое ты стяжал издревле, в первом веке, в горнице, в день Пятидесятницы. Вспомни вот это собрание. Приблизь нас к каталону и как бы образцу Нового Завета. Когда церковь была простой, когда собирались в простоте по домам, когда не было религиозной чванливости, религиозных титулов и так далее. Когда были проявления Святого Духа, но проявления Святого Духа, которые сопрягаются с истиной Божией, которые сопрягаются с учением Господа Иисуса Христа. Вспомни, Боже, вот это. Подвигнет стопы твои к вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище. Сатана сегодня в церкви, которая является святилищем Божиим, святым местом явления Бога, он разрушил все. Он разрушил принципы, он разрушил приоритеты. Он разрушил религиозную, духовную практику, подменив ее на свою. Вот, он привнес свою структуру, мирскую структуру, иерархичную структуру, структуру чванливости и так далее и тому подобное. Вместо следования за Христом, дьявол внедрил следование за помазником, за лидером, за апостолом-апостолом, за пастором-пастором и так далее и тому подобное. Дьявол все разрушил, все разрушил дьявол во святилище. Стиль 4. Рыкают враги твои среди собраний. Демонические духи рыкают, они проявляются где собраний. Поставили знаки свои, свои знамения, знаки вместо знамений наших. Вместо Божьих знамений, сверхъестественных знаков Духа Святого, печати Духа Святого, проявлений Духа Святого. Есть другие знаки от врагов. Вместо Слова Божия и истин, доктрин Божьих, проявляются ложные левые доктрины, высосанные вообще просто через исковерканные Библии. Они высосаны из ада просто, вытянуты из ада. Ложные доктрины, ложные проповеди, ложные учения, ложные чудотворные какие-то действия и так далее и тому подобное. Ложная религиозная практика, ложные ощущения, ложного Духа Святого. Дьявол и враги эти, они поставили знамения, знаки свои, вместо знамений наших. Друзья, наши знамения, это знамения, описанные в Библии. Апостолы не ловили перья и камни не ловили никаким образом. И не было у них елея по рукам стекающего. И с мертвыми они не общались различным образом. И не осуществлять такое служение ангелам, как сегодня модно. Вот у меня ангел есть там свой, он ко мне приходит, его зовут так, так, так и так далее. Апостолы не занимались вот этими всеми вещами, хотя ангелы проявлялись и сверхъестественные вещи проявлялись. Давайте все сравним с Библией. Давайте вот увидим эти знамения наши, они в Библии описаны. Все остальное это не наши знамения, не наши знаки, не наши проявления. Вот таким образом. И стих 10. «Да коли Боже будет поносить враг?» Враг поносит. Понимаете, сегодня говорят, фу, это церковь, вы сектанты. Враг так делает. Фу, это просто вы харизматите, слово харизматия, харизматы приняло негативный оттенок, хотя это хорошее, нормальное слово. Фу, эти люди, это секта какая-то, различные, ну, как, сектантские течения. Так говорят, почему так враг так сделал? Враг поносит тебя. Враг наставил своих знаков, своих проявлений, начал действовать в церкви. И что происходит? Происходит, да коли Боже будет поносить враг, вечно ли будет хулить противник имя твое. И самое страшное, что имя Господа хулится. Имя Бога позорится вот этими демоническими бесовскими практиками. Это ложными доктринами, ложными знамениями и так далее. Вот. И стих 12. И псалмопевец говорит. «Боже, царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли, ты расторг силу и твое море». Смотрите, что он говорит. «Боже, ты царь от века». Давайте поймем, что царь от века во всей вселенной. В церкви царь не поместный лидер. Не твое личное религиозное я, не твой эгоизм. В церкви царь Иисус Христос. Он должен царствовать. Он глава церкви. Вот от этой истины церковь ушла. Говорится, вот, у тебя есть лидер, помазанник, иди за ним и так далее. То есть царь, получается, церкви, какой-то местный религиозный наместник. Ни в коем случае. Царь во всей вселенной есть Иисус. Боже, царь мой от века. Кто твой царь? Почему сегодня тебя вынудили, и ты исповедуешь своим господином подсознательно, своего религиозного лидера? Ты говоришь, как лидер скажет, так и будет. Скажет лидер, благословит, поеду туда. Женюсь. Или не поеду, не женюсь, потому что лидер не благословит. Кто твой царь сегодня? Кто твой правитель? Он говорит, слава, говорит, боже, царь мой от века. Ты мой царь от века. Ты мой царь. Ты мой господин. Ты мой правитель. Я твой только раб. Я не принадлежу даже деноминации какой-то вообще. Даже понятие деноминации, это то, что привнесено было вот этими врагами. Они поставили и эти знаки в церкви. Боже царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли. Бог царь, он устроил спасение посреди земли. И центр земли, центр земного шара это всегда Иерусалим. И в Иерусалиме, рядом с Иерусалимом была такая гора Голгофа, на которой был распят Иисус. В центре земли Бог устроил спасение посреди земли. На горе Голгофе был распят агнец Божий Иисус. Он был распят на древе и умер за грехи человечества. Исполнилось пророчество. Бог устроил спасение посреди земли. Вот распятый Иисус, распятый рядом с Иерусалимом, распятый посреди земли, есть наше спасение. Есть наше избавление. Это Иисус Христос. И дальше, ты расторг силою твоею море. Ты сокрушил головы змеи в воде. Откуда сила исходит? Вот. Бог устрояет спасение посреди земли. Это Голгофский крест. И дальше, ты расторг силою твоею море. Сила исходит с Голгофского креста. Слово о кресте есть сила Божия. Слово о Голгофе, об Иисусе распятым и воскрешенном есть сила Божия. И Бог расторгает силою свое море. Бог уничтожает какие-то трудности в твоей жизни, какие-то демонические атаки и всю беду Он устраняет. И сокрушает головы змеев в воде. Бог сокрушает вот этой силой Духа Святого, исходящей с креста, головы змеев, демонических духов. Как сегодня противостоять в церкви этим ложным духом заблуждения, путавшим церковь? Конечно же, Голгофским крестом. Словом о кресте, проповедью о Голгофе, проповедью о распятом. И это будет сокрушать головы змеев в воде, высвобожая сверхъестественную силу Божию. Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни. Бог сокрушил голову сатаны и дьявола и отдал его в пищу людям пустыни. Кто будет победителем над дьяволом? Кому Бог отдаст дьявола на растерзание? Людям пустыни. Людям, возлюбившим не приоритеты и ценности этого мира, а людям, возлюбившим пустыню, где нет ничего, а есть Бог. Людям, возлюбившим Бога и волю Божию. Они победили дьявола кровью Агнса, написано. И словом своего свидетельства, и не возлюбили души свои даже до смерти. Им плевать на эти небоскребы, им плевать на комфорт этого мира. Они в пустыне. Помните, я говорил, что она, жена, церковь, была отведена в пустыню. Вот, люди пустыни, люди пустыни. Эти люди с ними сотворят то, что демонический дух, дьявол, он будет сокрушен. Вот, и дальше стих 15. Ты исчек источник, и поток иссушил сильные реки. Бог сегодня хочет иссушить поток. Это левый поток, исшедший из пасти дьявола. Иссушить эти сильные реки, духи-обольстители, которые заполонили церковь. Ложные духи, ложную религиозную духовную практику, ложные чудеса. Сегодня это все должно иссушиться. Через что? Через Голговский крест, спасение посреди земли. Через распятого и через силу Господа Бога, силу Святого Духа. И последнее место из Писания, Исаии 59 глава, стих 19. И убоятся имени Господа на западе, и славы Его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его. И здесь написано, что и убоятся имени Господа, и славы Его. Имя Бога, и славы. В последнее время церковь, и всегда она, должна быть славной церкви. И должна сегодня стать, как в первом веке, славной церковью. Буквально церковью, наполненной славой Божией. Сильным, мощным сиянием Бога. Мощным присутствием Божьим. Это слово «слава» означает в греческого языка «докса». То, что можно ощутить физическими органами восприятия. Церковь должна наполниться Духом Святым. Его славою. Мощным Божьим присутствием. И тогда враги, они убоятся имени Господа и славы Его. Не только лишь имени Иисуса, но славы Его. Имя Иисуса и Его присутствие, Его слава действуют вместе, действуют одновременно. Слава Божья и имя Божье, имя Иисуса. И дальше, если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его. И сегодня враг, он пришел в церковь, как река. Сегодня эти реки ложных проявлений заполонили церковь, заполнили. Враг пришел, как река. Враг излил свою реку. Змей излил реку, чтобы увлечь церковь. Но что прогонит врага? Что победит врага? Дуновение Господа. Дух Господа. В оригинале сказано, Дух Святой прогонит его. Сегодня нам нужно, церкви нужно встать и противостать вот этим ложным проявлениям, ложному Святому Духу, настоящим Духом Святым, настоящим дуновением Господа, настоящим проявлением славы Господа во имя Господа, дуновением Господа Иисуса Христа. С миром Божьим, дорогие друзья. Благословения.